Издательство 1С Паблишинг представляет 15 век И мне захотелось поделиться с вами, мои читатели, своим восхищением людьми, ее населявшими. Зуд в пальцах отличает писателя от всех остальных людей. Я сел за клавиатуру и... сам не заметил, как написал весь роман. По традиции я хочу выразить свою признательность писателям Игорю Негатину и Дмитрию Старицкому за то, что они открыли для меня свои творческие лаборатории, откуда я щедро черпал опыт старших товарищей по цеху. Глубокую благодарность я приношу кандидату исторических наук Юрию Дмитриевичу Борисову за его неоценимые исторические консультации, а также редакторам этой книги за то, что они так старательно возились с моим несовершенным текстом. В книге, которую вы только что сняли с магазинной полки, есть и их труд. Пролог «Что хотела?» Звонок жены, как всегда, оказался не вовремя. «Нам надо поговорить. Женушка в своем амплуа. Невообразимо печальный голос, сдобренный почти наполовину страданием. Денег просить будет, как пить дать». «Ах да, она уже пять лет, как бывшая женушка, но каким-то удивительным образом я не могу думать о ней, как о бывшей. Она всегда настоящая. Так сказать, крест, который я несу и буду нести. Я удивительно легко схожусь и расхожусь с женщинами, но Людка осталась у меня в сердце вечной занозой. Без каких-либо шансов от нее избавиться. Я за рулем, зараза!» Крутанул руль и едва ушел от крузака, вздумавшего устроить обгон через две сплошных. «Давай завтра или послезавтра?» «Тебе все равно. Ты наплевательски относишься ко мне. Тебе наплевать на дочь. Тебе наплевать на всех, кроме тебя». У жены прорезались визгливые нотки в голосе. «Ну да, так и не поменяла она свой репертуар. А пора бы. Сейчас эти истерики ничего, кроме дикой злости, не вызывают». «Я за рулем, твою мать!» Прорычал я и бросил телефон на сиденье. «Да что за день сегодня такой? Сначала в Федерации все мозги высушили, и теперь, Людка, да задрали, уроды!» Принял вправо и остановился на обочине. Нашарил в бардачке пачку жетана, щелкнул зажигалкой. Опять заверещал телефон. Мельком глянул. «Ага, опять Плеханов. Да, Михаил Иванович». «Сань, ты подумал?» «Да, Иваныч». «Так что, едешь?» «Нет». «Вот объясни мне на русском языке, почему?» «У тебя что, бабло мешками валяется?» Мой собеседник, председатель Федерации спортивного фехтования, последние слова проорал в нешуточной ярости. «Нет, не валяется». Я постарался голос не повышать. «Все равно бесполезно». Иваныч всегда слышит только себя и возражений не принимает никогда. «Я тебе сегодня все уже сказал», произнес спокойно и раздельно. «А ты повтори, потому что я отказываюсь понимать этот бред». «Я доведу Жихарева до чемпионата и возьму с ним золото. Если я сейчас уйду, парень не подготовится и медаль уйдет венграм». «Да начхать мне на медаль!» «Мне сейчас из министерства звонили, а им начхать на меня, а мне начхать на твой идиотизм!» «Арабы сидят у меня в приемной. Ты сейчас приедешь и подпишешь контракт. Если ты его не подпишешь, я снимаю тебя со сборной. Ты меня понял?» «Ты будешь тренировать этих гребаных арабов, и если надо, то и по деснам станешь лупиться со всеми их шейхами». «А не пойдешь ли ты, Иваныч, к шейхам?» отрубил телефон и опять закинул его на сиденье. «Гребаные уроды!» со злостью выкрикнул в лобовуху и двинул по рулю. «Зачем мне такое счастье? Манал я этих арабов вместе с их катарами». «Бабки, конечно, совершенно неприличные получаются. Вот втемяшилось в голову сыну короля сделать свою команду чемпионами мира и хоть кол на голове тиши». «Ладно, кажется, все верно делаю. Еще побыкую чуток и, глядишь, в контракте лишний нолик прибавится». Опять запиликал телефон. «Да что же это такое?» «Я уже все сказал!» заорал в трубку. «Александр Вячеславович, вам необходимо срочно прибыть в министерство. На 15.00 у вас встреча с министром. Вы меня слышите?» сообщил мне совершенно спокойный женский голос. «А вот это уже серьезно. Если Иваныча я могу послать, то министра?» «Да, кажется, с лишним нуликом не сложится». «Я буду». «Пожалуйста, не опаздывайте». «Не буду», — рванул с места и одновременно с истошным воем гудков увидел несущуюся на меня морду громадного грузовика. «Я могу вас пов0!» Продолжение следует...